Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. С 1 июня жители республики начали получать единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Спикер парламента наградил самых активных участников волонтерского штаба «Единая Россия» за их неравнодушие и за их труд. Сад памяти на Зеленчукской ГЭС 50 саженцев плодовых деревьев высадили сотрудники в рамках патриотической акции. Первые 29 тысяч семей Карачаевой Черкесии получили единовременные выплаты на сумму свыше 500 миллионов рублей. С 1 июня жители республики начали получать единовременную выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Это средства, выделенные из федерального бюджета, направленные на поддержку семей в период пандемии коронавируса. Первыми выплату получат родители, подавшие заявление до 25 мая включительно. Всего же в Карачаевой Черкесии ожидается порядка 80 тысяч заявлений от семей, имеющих соответствующее право. Напоминаем, что заявление на единовременную выплату можно подать через портал госуслуг. В случае крайней необходимости заявление также принимается в территориальном управлении пенсионного фонда или через многофункциональные центры. Прием ведется только под предварительной записи. В распоряжении семей есть почти 5 месяцев для обращения за средствами. Заявление будут принимать до 1 октября. Спикер парламента Карачаева Черкесии Александр Иванов вручил почетные грамоты Президиума Народного Собрания Республики самым активным участникам волонтерского штаба «Единой России». Он поблагодарил волонтеров за их неравнодушие, за их труд. Александр Иванов выразил благодарность депутатам, которые финансово и не только помогают волонтерскому штабу. На эти средства закупаются продукты и лекарства для нуждающихся. Многие сами развозят помощь. Я хочу вас сегодня поблагодарить. Вы делали очень большую работу. Делали ее от души, от сердца, по зову сердца. Помогали людям, помогали малоимущим, помогали тем, кто находится в трудном финансовом состоянии, помогали многодетным семьям. Все это делали от чистого сердца. Школа для учеников является вторым домом, местом, где они обычно проводят большую часть времени. В каждом учебном учреждении есть что-то свое, особенное. Для среднеобщеобразовательной школы села Николаевская визитной карточкой стал школьный краеведческий музей. Репортаж Мурата Джанкезова. Сегодня мы единственные посетители школьного музея. Наш гид – учитель английского языка Леоза Урусова, которая вот уже 40 лет преподает в любимой школе и руководит музеем со дня его основания. В фойе школы расположилась выставка работ учащихся, посвященная 75-летию Великой Победы. Вот этот экспонат приготовил нам Бачаев Рамик Радмир с пятого класса. Удивительно красивый экспонат. И он своими руками в школе это сделал, этот мальчик с пятого класса. Этот стенд посвящен нашим выпускникам, которые закончили нашу школу, поступили в военные институты, и по сей день служат в наших рядах, в наших вооруженных сил. А это у нас стенды, посвященные памяти, странице памяти нашим землякам, защитникам нашей Родины. На втором этаже находится Краеведческий музей имени Героя России, участника Великой Отечественной войны Магомеда Гербекова. Значительная часть экспонатов посвящена Великой Отечественной. 150 человек, выходцев из села, отправились на фронт. Половина из них домой так и не вернулась. Первые экспонаты у нас посвящены нашему герою Магомеду Гербекову. Мы очень гордимся, вся наша школа. Это пример подражания нашим учащимся, потому что, видя пример того, что он сделал, наш легендарный житель нашего села, они могут на примере учиться хорошо, быть патриотами своей страны. В 2003 году музею выдано свидетельство историко-краеведческого и военно-исторического. Его экспонаты используются на уроках истории народов республики. В нашем музее создали уголок Карачаевского дома. Вот он, наш уголок Карачаевский. Это Карачаевский дом. Здесь мы представили одежду, быт, всё, что они делали, чем они занимались, что использовали. Здесь мы представляем русскую избу. Здесь мы собрали всё, чем они занимались, что они носили, какой образ жизни они вели. Представляете, экспонаты мы показываем, какой образ жизни вели наши односельчане, которые здесь жили. В музее собраны материалы из истории села Николаевского, колхоза имени красных партизан и самой школы. Это и старинная посуда, мебель, игрушки, музыкальные инструменты, орудия труда, бытовая техника, одежда, обувь, головные уборы и многое другое. В музее очень много интересных экспонатов. Например, можно примерить фуражку советского офицера. Послушать действующую магнитолу, маркер «Апсодия», выпущенную в Советском Союзе. Или просепарировать свежие сметанки. Всё действующее, всё работает. Ну, или заправить утюг горящими углями, и можно гладить. Ознакомившись с экспонатами, историей села и интересными личностями, хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто вложил кусочек души в создание Николаевского школьного музея. На Зеленчугской ГСГС появился сад памяти в честь 75-летия Великой Победы. Почти 50 саженцев плодовых деревьев, среди которых яблони, сливы, груши, абрикосы и черешни, заняли участок перед зданием Зеленчугской ГСГС. В мероприятии с соблюдением всех мер защиты от коронавирусной инфекции приняли участие представители служб, обеспечивающих непрерывный цикл работы станции. Это была одна из акций всероссийских, в которые мы включились. Инициатором, чтобы посадить сад памяти, был наш директор Петр Васильевич Кравченко. Саженцы были закуплены как филиалом, так и лично работниками филиала, которые посчитали необходимым вспомнить своих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, вот таким образом, то есть посадить дерево в честь или в память о погибшем родственнике. Наши гидроэнергетики, они очень такие отзывчивые и очень внимательные к таким датам. Мы приняли участие практически во всех всероссийских акциях. Это и Георгиевская ленточка, и Окна Победы, и Бессмертный полк онлайн. То есть во всех акциях, кроме того, 150 тысяч мы направили в этом году на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны через наш Республиканский совет ветеранов войны и труда вооруженных сил. И еще выделили значительную сумму, 400 тысяч рублей, мы направили на восстановление, на ремонт, на замену экспозиции, обновление экспозиции музея памятника защитника перевала Кавказа. Вот такую работу мы провели в рамках 75-летия Великой Победы. Но в принципе на этом не заканчивается, у нас еще будет масса мероприятий, мы собираемся подняться в горы, где отремонтировать памятник, которые заброшены. Это тоже нам предстоит, это называется память на высоте. Еще будут различные мероприятия в течение года. Цифровые технологии сделали всемирным достоянием Нагайские песни из фонда нашей телерадиокомпании. О том, как народные песни находят своих героев и как вторая жизнь песен становится вечной в репортаже Руслана Каркмазова. Нагайская Орда – это не только герои бескрайних просторов, но и древняя культура. Отважные кочевники не только расширяли свои степи, но и на широкую душу исполняли Нагайские песни. У Золотой Орды были и Министерство обороны, и вдохновляющее Министерство культуры. Грустно и торжественно звучит домбра над теплым дыханием Нагайского костра. Печаль столетий, энергия преодоления, восхищение неутомимой красотой природы – все способно передать домбра, которая была особой нежной привязанностью композитора Зинеева. В фонде нашей телерадиокомпании хранится культурное достояние народов Карачаева-Черкесии. А достояние должно быть доступным, доступным всему человечеству. И первым на мировой пьедестал полностью выведен Нагайский композитор Залимхан Зинеев. Оцифровка произведений нашего известного композитора Залимхана Зинеева дает вторую жизнь его песням. Бесценный фонд радио и технологии телевидения делают чудеса. Услышать можно не только мелодию Нагайских степей, но и увидеть красоту бескрайних просторов. Когда жил и творил Залимхан Зинеев, не всегда были технические возможности запечатлеть Нагайские мелодии. Но когда композитор талантлив, ничего не теряется. Есть бесценные ноты, которые стали песнями, а песни народ признал родными. А все родное – это и есть золотой фонд нашей телерадиокомпании. А из глубин фонда в новый цифровой свет Залимхана Зинеева вывела заслуженный журналист Карачаева Черкесии Светлана Шендрик. Она создала документальный фильм и дала вторую всемирную и вечную жизнь произведениям Нагайского композитора. Люди были очень обрадованы, а молодежь была многое приятно удивлена. Потому что тот звукоидеал, который создал Зинеев в своих произведениях, это новый звукоидеал Нагайцев Российской Федерации. Руслан Куркмазов, Светлана Шендрик, Светлана Шаганова и Расул Берзиев. Культурные вести. Карачаева, Черкесия. Сегодня в России Пушкинский день или День русского языка. В этом году день рождения классика русской литературы Александра Пушкина пройдет в режиме онлайн. Александра Сергеевича называют основоположником современного русского литературного языка. Его литературное наследие очень богато, а произведения объединяет людей всех возрастов, вероисповедания, национальностей. Переводится на десятки языков мира. Сколь нетрудны были бы его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей почти во всех уголках нашей планеты. В России Пушкинский день давно отмечается во многих городах России. Сегодня многие почитатели его таланта вспомнят его стихи и великие произведения и поделятся своими впечатлениями в социальных сетях. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»